Здравствуйте, с вами Максим Блант и сегодня четверг, 17 августа, день памятный, 25-е годовщина дефолта и девальвации 1998 года. Об этом у нас будет отдельный сюжет, а пока о более насущном, о нынешней девальвации российской национальной валюты, которая, судя по всему, временно приостановлена. Итак, свежая новость дня. Владимир Путин провел совещание с членами правительства и главой Банка России Эльвирой Набиулиной. И на этой встрече решили, что меры финансового контроля с нормативом обязательной продажи валютной выручки экспортерами вводить пока не будут. Но это не главное. Главное в том, что перед этим правительство двое суток консультировалось с представителями бизнеса, в результате чего удалось достичь соглашения. Вот о нем-то министры и рассказали Путину, а заодно и газете ведомости. Экспортеры абсолютно добровольно согласились продавать на российском рынке больше валюты. А правительство будет мониторить их активность на валютном рынке и следить, чтобы не увиливали. Чтобы получить это добровольное согласие, всего это понадобилось двое суток запугивать их валютным контролем и повышением налогов. Разрешали ли в ходе переговоров представителям бизнеса отлучиться в туалет и давали ли утолить голод и жажду, собеседники ведомостей не сообщают. Но остальными деталями вполне делятся. В частности, основной напор пришлось выдержать вовсе не нефтяникам, как кто-то мог бы подумать. Чиновники рассудили, что те и так продают достаточно валюты, чтобы платить все положенные налоги и сборы. С «Газпрома» тоже взять больше нечего. С прошлого года компания торгует газом как бы за рубли. И вся валюта, которую покупатели платят за газ, проходит через прозрачные для российских властей счета типа «З» в «Газпромбанке». Экспортеров зерна Путин на днях тоже перевел на счета «З». Так что из крупных остались только металлурги и производители удобрений. Им-то фактически и доверена почетная задача стабилизации российской национальной валюты. И хотя договоренности носят неформальный характер, о них проинформировали и Путина, и широкую общественность. Так что в случае чего все будут знать, на кого показывать пальцем. Что все это означает? По сути, наряд крупных частных российских компаний возложили обязанность выступать с валютными интервенциями, когда курс будет идти не в ту сторону, в которую желали бы власти. При этом для самих экспортеров девальвация рубля — это дополнительный слой сливочного масла на куске хлеба. Так что очевидно, что сверху и снизу у рубля будут своеобразные красные линии. А вот как будет вести себя курс внутри этих границ будет зависеть от действий экспортеров. Потому что все происходящее в приличных странах называется сговором крупных игроков с целью манипулирования рынком. А тот факт, что инициировал этот сговор правительства, только добавляет пикантности всей ситуации. Говорить после этого о российском валютном рынке даже как-то неудобно. А пытаться анализировать этот рынок для человека, не имеющего доступа к инсайдерской информации — глупо. Можно только предположить, что в обозримом будущем выше 100 рублей доллар больше не поднимется и ниже 80 не опустится. ЦБ постарается облегчить задачу и сдуть кредитный пузырь, а с ним и обеспечить мягкую посадку неожиданно перегревшейся российской экономики. Одним словом, впереди застой с новым валютным коридором. Примерно таким же, какой был в 1998 году, до того, как Центробанк отказался его поддерживать. На этом у меня на сегодня все. С вами был Максим Блант. До встречи.